Макс и Лиза 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 к интернету. Если вы думаете, что за вами кто-то следит, просто выключите Wi-Fi роутер из розетки. Макс и Лиза так и делают. Макс собирается звонить в полицию, но телефон почему-то плохо работает. Парень так увлекся поиском камер, что забыл о самом главном – цифровой безопасности. Один из простейших способов проникнуть в ваш телефон – это Wi-Fi. Не подключайтесь к незнакомым сетям. Делая это, вы автоматически даете разрешение на доступ к вашему устройству. Преступники могут прослушивать ваши разговоры, красть ваши данные и мешать работе. А еще никогда не открывайте незнакомые файлы и ссылки. Макс и Лиза подключились к сети Wi-Fi, как только вошли в дом. В результате они больше не могут совершать звонки. Запертые в большом доме, в окружении скрытых камер, наши герои думают, что делать дальше. Макс идет в ванную и заходит в маленькую комнату за фальшивым зеркалом. Там только один стул и железная дверь. Она заперта. Лиза тем временем осматривает потолок в гостиной и замечает вентиляцию. Может, через нее можно выползти наружу? Она уверена, что сможет выбраться и позвать на помощь. Макс встает на стул, отодвигает крышку. «Ну, здравствуйте», – говорит страшный владелец дома. Его голова выглядывает прямо из вентиляционного отверстия. Лиза кричит в ужасе. Макс падает со стула. Он встает, берет Лизу за руку, и они вместе убегают в другой конец комнаты. Мужчина вылезает из вентиляции. Макс бросает в него стул. «Отстань от нас, сумасшедший!» Владелец не понимает, что происходит. «Вы уничтожили все камеры. Как я теперь должен за вами наблюдать?» – спрашивает он. «Что за?» – отвечает Макс, пребывая в шоке. «Минутку! Вы что, не читали условия аренды?» – удивленно спрашивает владелец. «У него в доме есть камеры и микрофоны. Эта информация указана на сайте. Некоторым людям нравится, когда за ними наблюдают. Владелец думал, что Лиза и Макс из таких. Он качает головой, открывает двери и отпускает их. Они садятся в машину, открывают сайт дома, и все данные о нем удалены. А была ли там информация о слежке на самом деле? Они уже никогда не узнают, так же, как никогда не забудут об этих выходных. С этого момента они всегда будут читать условия аренды. Владелец дома с улыбкой наблюдает за отъезжающей машиной. Да, иногда так бывает. Некоторые люди устанавливают камеры в своих домах, но они должны указывать это в описании. Всегда читайте условия. Устанавливать камеры и микрофоны без ведома жильцов незаконно. Злоумышленники могут устанавливать скрытые камеры не только в домах, но и в публичных местах. Будьте осторожны у банкоматов. Всем известно, что панель с кнопками надо прикрывать, когда вы вводите пин-код карты. Но не только потому, что незнакомцы могут его увидеть. Преступники устанавливают скрытые камеры прямо в банкоматы и записывают пин-коды. Да, камеры могут действовать вам на нервы, но также приносят пользу. Взять, например, камеры в автобусах, вагонах метро, трамваях. Они не только помогают контролировать порядок и обнаруживать нарушителей, но еще и следят за состоянием водителей. Многие камеры сегодня не просто делают записи, они оснащены искусственным интеллектом и сенсорами. Если вы заснете за рулем, камера это увидит. Устройство подаст громкий сигнал, чтобы привести вас в чувство. Камеры распознают лица, что помогает ловить мошенников, воров и хулиганов. Такое наблюдение снижает преступность. Если городская камера сломается, программа уведомит об этом спецслужбы. А самое крутое – это специальные сайты, через которые можно получить доступ к уличным камерам по всему миру и понаблюдать за тем, что происходит на другой стороне Земли со своего компьютера.